Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Натуралисты-спортсмены. Рассказывает ведущий сотрудник биофака МГУ, доктор биологических наук Алексей Серёгин. Область знаний. Первые соревнования по документации биологического разнообразия появились почти 100 лет назад. В последние годы они стали сверхпопулярными. По большому счёту, каждый человек, у которого есть смартфон, желание и свободное время, он может поучаствовать в самых разных соревнованиях, которые, в общем-то, легко найти в интернете. Понятно, что для этого нужно иметь любовь к природе и какое-то внутреннее желание разобраться в том, что тебя окружает. Растения, птицы, насекомые, грибы. Но в любом случае уже довольно давно появилось такое понятие, как биоблиц. Эти соревнования имеют такое вот название. По большому счёту всё очень просто. У нас есть какая-нибудь группа живых организмов. Ну, в редких случаях можно всё документировать. И грибы, и каких-нибудь мышек. У нас есть территория, которая тоже ограничена, либо самим участником, либо организаторами. И у нас есть время. Кто быстрее? На самом деле, не кто быстрее, как правило, кто справится с тем или иным заданием за одно и то же время. У тебя там два часа, чтобы найти максимум вида в каком-нибудь парке. Или у тебя четверо суток. И ты сам решаешь, когда ты ешь, когда ты спишь, когда бежишь, когда фотографируешь, а когда, не знаю, заряжаешь свой смартфон. Либо там берёшь новый. И, вероятно, самый первый биоблиц, который появился, он, правда, ещё не назывался биоблицем. Это так называемый Большой Год. Большой Год – это забава бёрдвочеров. Ну, как бы орнитологи, не профессионалы. Любители птиц. Которые заморочились над тем, чтобы узнать, а кто из них больше всего видов птиц зарегистрировал в течение одного календарного года. И появился Большой Год в пределах Америки. Есть там разные форматы. Например, Большой Год только для 48 штатов континентальной части. Или там Большой Год по всей Северной Америке. Или, например, есть Большой Год для всего земного шара. И один голландец в 2016 году, он установил какой-то совершенно феноменальный рекорд. Он за год, за год, зарегистрировал 6 852 вида птиц. То есть, представить себе, что он каждый день встречал 20 новых видов практически невозможно. Он всё это время находился в путешествии. Побывал, естественно, в подавляющем большинстве тропических стран. Но здесь была цель. Но в любом случае всё это заставляет людей быть внимательнее, быть на природе. И об истории Большого Года даже был снят голливудский фильм, который так и называется «Большой Год», где три человека, каждый, который занимается своим делом, они просто увлечённые орнитологи-любители. И они, значит, вот об заклад побили, что постараются найти как можно больше видов птиц по всей Америке. И вот там дальше описываются их приключения, как они там летают на Аляску, тонут в болотах Флориды, залезают на частные территории, чтобы сфотографировать какую-то редкую сову, ну и так далее. В общем, в любом случае, это самый известный биоблиц мира. И если человек себе более-менее серьёзно занимается птицами, ему нравится их фотографировать или, например, записывать на микрофон птичьи голоса, он, конечно же, знает про Большой Год. Ну а если вы не знаете, то вам сначала предстоит получше узнать птиц. Однако сейчас Большой Год является уже не самым большим биоблицем мира. Всё началось в 2016 году, опять же, с развитием платформ по регистрации биологического разнообразия. На одной из платформ iNationalist, которая появилась в США, в Калифорнии, решили провести соревнование Сан-Франциско против Лос-Анджелеса. Это всё было в 2016 году, всё было очень просто, был дан какой-то отрезок времени, не помню, тогда это было там то ли пять, то ли шесть дней, были оповещены все участники платформы из этих двух городов, и вот в течение этого времени они должны были сфотографировать с одной стороны как можно больше видов, а с другой стороны сделать как можно больше вот этих самых индивидуальных наблюдений. То есть поставить как можно больше точек на карте. И вот в этой борьбе, кто в теме, как щепетильно относится житель Лос-Анджелеса к жителям Сан-Франциско, в общем-то там борьба развернулась нешуточная. Ну и в итоге, я даже не помню, кто победил, но вот этот самый первый челлендж, он удался. Он получил название CityNedge Challenge, челлендж городской природы, и было решено на следующий год провести эти соревнования еще раз. Но поскольку все это происходило на открытой платформе, жителям других городов Соединенных Штатов все это очень понравилось, и они решили к этому челленджу присоединиться. И в следующем челлендже уже участвовало примерно 10 городов. 2017 год. Уже более-менее строгие правила, там 5 суток было дано для наблюдений, еще там несколько дней для загрузки данных. И если в первом челлендже было сделано там 22 тысячи наблюдений, то спустя год уже 125 тысяч наблюдений. Вот буквально с десяток городов. Опять же, всем понравилось, а в это время сама платформа растет, 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 и из региональной калифорнийской забавы, спустя год это увлечение всей Америки, еще спустя год весь мир начинает сходить с ума по iNatured. Натуралисты-спортсмены. Область знаний. И проводится первый международный челлендж городской природы в 2018 году. Четыре дня. Было решено, что вот четыре дня – это тот срок, когда у каждого участника не будет пропадать запал и интерес, ну и просто-напросто силы, время и желание заниматься вот этой самой работой. А что это за работа? Люди с цифровыми фотоаппаратами и смартфонами, как только рассветет солнце, самые нетерпеливые с фонариками, выходят в города и пригороды, а там часто у многих городов метрополии довольно большие. Ну, даже та же Москва, там Новая Москва, это плюс полторы тысячи километров прирезанных в сельской местности и вполне себе замечательных совершенно лесов, лугов и рек. Очень нравится эта территория. Соответственно, если ты находишься в пределах вот этой самой городской агломерации, ты можешь вообще-то выбирать, куда тебе отправиться. Ну и поскольку челлендж был международный, то в нем уже поучаствовало не четыре с половиной тысячи человек, как в американском челлендже, а семнадцать с половиной тысяч. И все вместе уже сделали свыше четырехсот тысяч наблюдений. Но это восемнадцатый год. Вообще-то, на сегодняшний день смартфон, он является таким двигателем сбора данных о биоразнообразии. По сути, у каждого в кармане есть высокопроизводительный компьютер. Ну, насколько это высокопроизводительный компьютер, мне недавно попалась картинка в соцсети от моего товарища, который к обычному смартфону подключил экран от стационарного компьютера к клавиатуру и решал там все свои задачи, потому что производительность процессора позволяла это делать. Ну и представить себе такое даже в восемнадцатом году, в общем-то говоря, было сложно. Соответственно, каждый год у нас растет производительность устройства, емкость аккумулятора, а значит, ты можешь практически не подходить к розетке и не включать пауэрбанк. Это все заставляет людей как-то подходить к соревнованиям, ну действительно, как к соревнованиям. Мы все время там смеемся, что всегда найдется какой-нибудь фрик, который всех выиграет, какую-нибудь новую фишку придумает. Ну вот так это примерно и происходит. Да, забыл сказать, что в восемнадцатом году, все-таки, несмотря на то, что старты были международные, победили американские города. На первом месте был Сан-Франциско, потом Даллас и на третьем месте Сан-Диего. Наступил девятнадцатый год. В начале девятнадцатого года мы запустили на этой платформе наш проект по флоре России. Он очень активно развивается, но мы тогда были, скажем так, новичками на этой платформе, а подготовка к челленджу идет целый год. И мы смотрели на это все, во-первых, с интересом, а во-вторых, нам было немножко заедано за то, что все-таки люди занимаются какой-то очень интересной работой, а нам еще не положено, потому что мы только-только про это узнали. Мы все на это смотрели. И в 2019 году началась эпоха, когда победитель уже не менялся. Первое место занял Кейптаун, и для всех это было удивительно. Почему? Дело в том, что челлендж проводится в конце апреля, ну или в первых числах мая. Вот последние два года он попадает аккуратно на первые майские праздники, и это нам очень здорово помогает проводить челлендж в России. Это время года, когда вот в тех самых двух калифорнийских городах самый разгар весны. И поскольку это такое наследие, развитие, вот дань традиции. В Москве в конце апреля мало чего цветет. Особенно в этом году, когда было очень холодно. В Кейптауне же осень, и там, ну, как бы может и снег выпасть. Потому что, если вы посмотрите на карту, вы увидите, что мы с доброй надеждой, где находится город Кейптаун, вообще-то на африканском континенте является точкой ближайшей к Антарктиде. И в горах там регулярно выпадает снег. Вот. Но, тем не менее, разнообразие очень высокое, особенно по растениям. Это отдельное флористическое царство, капское, там тысячи видов эндемиков растет. Все это в шаговой доступности. То есть, вот самое интересное место в Южной Африке – это столовая гора на краю Кейптауна, на которой каждый желающий может просто там по тропинке, по лестнице подняться и столкнуться с тем самым безумным разнообразием, которое так поразило ученых еще 200 лет назад. 19-й год сразу дал двукратную прибавку по числу участников, 35 тысяч человек, и по числу наблюдений постепенно все это подползало к миллиону. Но напомню, что Россия еще в этом не участвовала. Мы участвовали дальше, 20-й год, 21-й. Но челлендж 20-го года, в общем-то, как вы помните, он совпал с самыми жесткими ограничениями. Мы очень к нему готовились. Три города России подало заявку в официальном участии в челлендже. Это Москва, Курск, Севастополь. Еще там 15 городов участвовало вне зачета, просто потому, что было интересно. И у нас была такая интерактивная карта, на которой красными квадратиками было обозначено там, где челлендж состоится, а черный квадратик, где выход на улицу запрещен. И вот, значит, челлендж проводился в последних числах апреля, за три дня до начала челленджа. Последний красненький городочек, где у нас превратился в черный, но у всего-то у кого-то были какие-то пропуски на выход на улицу, кто-то как-то смог на дачу вырваться. В любом случае, 24 тысячи наблюдений было сделано только в России. Хотя челлендж 20-го года в мире, его результаты заметно отличались в худшую сторону, то есть там было сделано меньше наблюдений, но участвовало больше народу. И все смеялись, появилось даже такое выражение, как изучение биоразнообразия на заднем дворике. То есть, когда люди живут в каком-то частном секторе и могут только выйти к себе на задний дворик, вот это вот backyard biodiversity, оно стало его изучением очень популярным. То есть, тут же люди какие-то включали мощные лампы, чтобы привлечь каких-то ночных мотыльков, обязательно их как-то сфотографировать. Иными словами, если ты не можешь идти вслед за биоразнообразием, нужно пригласить биоразнообразие к себе домой. Люди стали внимательно относиться к клопам, тараканам, крысам, потому что все это шло в зачет соревнований. Натуралисты-спортсмены. Область знаний. Прошел год, ограничения постепенно стали снимать. И в 21-м году Россия снова участвовала в Сити-Нэйч-челлендж. Опять же, там 3 или 4 города было в официальном зачете. А мировой челлендж по-прежнему продолжает властвовать Кейптаун. Миллион где-то 300 тысяч наблюдений за 4 дня. То есть, вот представить себе, какая движущая сила, положительная движущая сила, да, без политики, может заставить выйти на улицу в выходные дни 55 тысяч людей во всех странах мира, чтобы что-то сфотографировать и загрузить это вот на портал соревнований. Но вот это вот идея близости с природой, особенно в городских условиях. И очень здорово, что там можно не просто ограничиваться городом, а выезжать куда-то вот в окрестности, в общем-то, чем мы и занимались. То есть, я тоже в 19-м году, у меня был пропуск на выход, и я поэтому уехал в Новую Москву и лихорадочно буквально наслаждался тем, что я смог вырваться из города, оторваться от своей дистанционки за монитором, от вот этих лекций с микрофоном для студентов, которые видят только мою картинку, часто иногда звук выключают, и оказаться на природе. Еще похрустывал первый иний, то есть, вот первые кадры в первый день там, конец апреля, еще были заморозки, и, в общем, это было здорово. Я с большой теплотой вспоминаю вот свой первый челлендж, хотя потом тоже с удовольствием в них участвую. Но в любом случае здесь же мотивация какая городская команда? Ты не просто наблюдать, там есть личный зачет, но ты еще часть своей команды, и когда ты в режиме реального времени, а там есть такие бегунки, то есть, если человек загружает наблюдение из своего города, там сразу плюс один бегуночек, ну и плюс как вот, все это видно в режиме реального времени. Ты ложишься спать, у тебя одна картина, пока ты спишь, в Америке наступает день, вечер, люди что-то загружают, ты просыпаешься, видишь, как растут города Юго-Восточной Азии, потому что там сейчас разгар, и ты понимаешь, что там Москва опять оказалась где-то в конце первой сотни, и нужно опять в этот день начинать все сначала и бежать. В общем, биоблице, по себе скажу, даже для доктора наук это чрезвычайно азартно, потому что эта возможность в спортивном режиме, во-первых, блеснуть знаниями окружающей действительности, найти что-то редкое, а с другой стороны, ну просто побывать на свежем воздухе и отвлечься от всяких дел. В этом году челлендж наконец-то вернулся к формату соревнований, потому что организаторы решили так, что если в разных городах есть ограничения, неправильно было бы их сравнивать, потому что где-то кто-то под замком сидит, а где-то может спокойно выйти. И поэтому в 2021 году это было из соревнований переименовано в акцию, и публиковались только общие результаты. Все мы большие молодцы по всему миру. Конечно, там подводятся итоги еще, какие-то интересные виды были найдены. Ну и челлендж, естественно, стоялся в 2022 году. Надеюсь, что точно так же на майские праздники и в 2023 году он тоже пройдет. В этом году он отличался тем, что сразу 15 городов, практически все города-миллионники участвовали в официальном мировом зачете. Нам, в общем-то, удалось как-то разогреть интерес людей, доказать и показать, что это очень здорово и важно. К нам присоединилось несколько мощных научных организаций. Это очень важно, потому что, когда есть научное курирование, люди не просто загружают свои фотографии, но и тут же получают точный ответ о том, что это такое. Ну и, опять же, всегда интересен какой-то личный взгляд. Натуралисты-спортсмены. Область знаний. Поскольку в конце апреля, в начало мая, особенно в этом году, мало чего цветет, то, с одной стороны, было достаточно скучно, потому что маленькое разнообразие, да, там бабочки, например, только начали летать, а с другой стороны, было видно то, что видно только зимой. Ну, или вот когда снег сводает. И мне удалось найти два папоротника вечно зеленых, которые являются более западными для нас, то есть это европейские виды, которые у нас находятся на восточной границе ареала. Один вид внесен в Красную книгу Москвы, это многорядник Брауна. У него очень интересная история в городе. Его еще в XIX веке нашли в Кунцево, на так называемом проклятом месте. Это крутой склон Москва-реки в Филевском парке, обращенный в северную сторону. Там такой очень старый участок широколистного леса, открытый. Мне очень нравится это место, оно какое-то очень торжественное. И там в одном месте росла небольшая популяция этого папоротника. А потом ее потеряли. Ну, то есть, ученые одного поколения не передали точное знание следующим, где именно растет, а этикетка подробных данных не содержала. Потом в конце XX века его еще раз нашли. Все нам прошли, нашли там несколько экземпляров. Но это была единственная точка в Москве. В Подмосковье есть, но это действительно редкий папоротник. Но вот в Новой Москве, на границе с подольским районом современным, там, где выходят известняки на поверхность, в лесу была встречена одна особь этого вида. И это было здорово, потому что в любое другое время года все это было бы среди зелени, и это не было бы видно издалека. Так это было видно издалека, опс, что-то очень сочное, надо было подойти, посмотреть. В общем, везде есть свои преимущества и недостатки. Ну и такие соревнования есть не только у орнитологов, либо по всей природе. Такие соревнования есть у ботаников. Вот. Мы проводим своей командой Московского университета. Мы проводим Кубок России по фотофиксации растений. Три предыдущих года он был командным кубком. 19-е, 20-е, 21-е годы. Это действительно было очень задорное, азартное мероприятие, хотя в нем были свои недостатки. Потому что каждый раз, когда в каждый следующий круг выходит в два раза меньше команд, там, в четвертьфинале восемь команд, в полуфинале только четыре, это переставало быть интересно всем. То есть это же не чемпионат мира в футболе, здесь интересно, когда ты сам участвуешь. И вот так вот к финалу у нас всякий интерес спадал у участников. Мы решили в этом году переформатировать наше соревнование. В прошлые годы побеждали у нас команды Брянской области, потом победила команда Севастополя, потом победила команда Крыма. В этом году соревнования будут в личном зачете. Мы учли опыт всех предыдущих кубков. Мы поняли, что поскольку у нас очень большая страна с очень разными климатическими условиями, участник должен иметь возможность сам выбирать зачетное время. То есть где-то пик цветения – это май, да, это вот пустыня при Каспии или там низкогорные пояса каких-нибудь срединоморских экосистем Крыма и Краснодарского края. А где-то пик и вообще удобнее всего знакомиться с природой в августе-сентябре. Там Приморский рай, окрест и Владивосток. Это очень теплое и благоприятное время года, когда все цветет. Поэтому мы дадим обязательно участникам такую возможность. И, в общем-то, эти старты будут идти все лето, к ним не поздно присоединиться к каждому. Вот, единственное, что надо иметь опыт, потому что там серьезные будут баталии. Я надеюсь. Мы даже для участников в этом году ввели, как на серьезных соревнованиях, онлайн-брифинг, будем рассказывать об особенностях этапов. И надеемся, что все это приведет на самом деле к решению главной задачи. Быстрому и интересному сбору данных о разнообразии растений нашей страны в рамках тех больших проектов, которые мы делаем в Московском бюджете. Рассказывал ведущий сотрудник биофака МГУ, доктор биологических наук Алексей Серегин. Область знаний.